доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды как говорится среда пришла неделя прошла в этот раз это снова не так поскольку у нас первые торговые сессии оказались довольно таки скудными на основные макроэкономические события ничего интересного мы по сути не увидели вот готовимся с вами концу недели поскольку именно на пятницу выпали релизы как по сша так и по еврозоне конечно же это не та статистика перед которой стоит репетать надеюсь на то что она может оказаться судьбоносной для динамики многих инструментов но на безрыбе как говорится и рак щука поэтому мы с вами следим за ввп еврозоны и за роничными продажами все эти отчеты будут опубликованы в пятницу тем не менее глядя на эту динамику которую мы наблюдаем сейчас на азиатской торговой сессии в принципе уже полноценно перешли на европейскую мы видим то что рынок форекс пришел в определенные движения хотя честно говоря по к примеру по фунту вот этот интерес к активу который потенциально является аутсайдером европейская валюта также а подросла японская валюта укрепилась и нельзя сказать то что это легко можно объяснить тем фундаментом который сейчас имеет место быть возможно это определенные действия крупнейших игроков которые сейчас провоцируют волатильность но наша задача заключается в том чтобы не позволять вести себя в заблуждение теми реакциями которые показывает рынка не важно на что гнуть свою линию и понимать каких целей мы с вами придерживаемся и почему мы продолжаем отстаивать их бороться за наши ориентиры каждый раз подтверждая и доказывая себе что мы все правильно делаем традиционно мы уделяем внимание безусловно фундаментальному анализу я надеюсь то что для многих из вас может быть для кого-то кто следит за отдельным активом может быть кто-то обращать внимание на весь спектр инструментов которые мы с вами анализируем того фундамента который освещается в принципе достаточно чтобы сложилось субъективное представление о том что может произойти но вместе с моим также виднем рынка вместе с другими экспертными позициями есть уже объективное представление поэтому на основании такого анализа мы принимаем вот эти единые инвестиционные решения которые долгосрочно непременно принесут нам прибыль сегодня предлагаю как и всегда чтобы не нарушать нашу уже устоявшуюся традицию начать с оценки той ситуации которая сейчас разворачивается на рынке энергоресурсов конечно же бренд в частности close вчерашнего дня 44 99 1 по сути цен удалось отбить от поддержки 45 долларов за баррель сейчас котировки 44 84 и в целом мы видим то что пока сопротивление 45 держится но конечно же учитывая что до него недалеко есть вероятность что бренд снова предпримет попытку поконсолидироваться рядом с этим значением чтобы даже протестировать его и с возможностью ухода чуть выше ну вот говорить о том что мы оттолкнулись от какого-то локального дна я бы не стал поскольку опять же фундаментальная картина на которую мы с вами делаем ставку указывает на то что этот инструмент по-прежнему еще имеет неплохой потенциал для собственно коррекционного движения почему трейдеры вчера распродавали нефти ну может быть это связано с тем что он локальная легкая бычая ралли которая состоялась оказалась чрезмерным и трейдеры перешли уже к фиксации результатов и подготовки а может быть даже поиском дополнительных уровней для продажи может быть на рынке по-прежнему присутствует опасение за то что рынок нефти находится в состоянии переизбытка это действительно так еще параллельно картина усиливается потенциально слабым слабой мировой экономикой которая повлияет на соответствующий слабый спрос и очень важно а также подчеркнуть что несмотря на то что мы знаем что на повестке сейчас следующего месяца по сути возможности достижения каких-либо судьбоносных решений со стороны ряда нефтепроизводителей в рамках ближневосточного картеля но может быть будут пересматривать квоту рынок пока раллировать на этом особо не хочет но допуская что ожидание это все-таки серьезный фактор для на рынка нефти и мы помним уже по собственному опыту когда трейдеры готовились к заседанию опек который состоялся в июне то что эти заседания могут стать причиной повышенного интереса к активу поскольку очень много слухов о том что договоренности будут достигнуты потому что сейчас все понимают именно вовлеченность необходимости тотального вовлечения в этот процесс и поскольку кто и может повлиять на ситуацию рынке энергоисусов так это только принципе опек это правильная позиция может быть они что-то предпримут я сразу хочу сказать чтобы вы не строили таких оптимистичных ожиданий это самая настоящая иллюзия никакого компромисса никакой возможности найти солидарную позицию по согласованным мерам направленным на восстановление баланса между спросом и предложением в целом стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов никаких мер принято не будет если говорить про сам и сами меры конечно же это возможности снижения квоты но и и пересматривать не будут даже несмотря на то что на этом настаивает эквадор на этом настаивает кувейта венесуэла как только стало известно что формате международного энергетического форума в алжире который состоится в конце сентября эта встреча пройдет представители нефтедобывающих стран опек вот эти регионы особенно отметили что обязательно нужно будет включить в повестку возможность снижения квоты которая сейчас находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки но я хочу также отметить что квоту ни в коем случае не пересмотрит и знаете почему можно точно делать ставку на то что это не произойдет а потому что даже в момент того что президент опека на инициировал эту встречу он добавил что лично по его мнению и он считает что до конца 16 года спрос на рынке энергоресурсов увеличится на соответственно сырье и приложение постепенно будет затухать то есть даже без каких-либо прорывных решений без каких-либо изменений текущей ситуации по лимитам добычи и квотам в частности президент опек и по совместительству еще министр энергетики катара уверен то что ситуация сама себя не исправит это конечно же латентный такой намек на то что встреча будет а не формальный во всех ключах то есть переговоры чаепития и ничего более но то что у этого события есть потенциал повлиять на рынок конечно же об этом не стоит забывать я не думаю что это будет серьезное воздействие плане интереса и то что мы сейчас не видим а повышенного спроса на нефть это может быть как раз и следствие того что все уже научены собственным опытом и стараются не поддаваться на вот эти вероятные оптимистичные заблуждения если вернуться к вчерашней торговой сессии еще хочу отметить то что помимо сейчас фигурирующей темы приближающегося заседания встречи неформальной которая состоится в конце сентября трейдер еще обращает внимание на статистику в частности администрации энергетической информации вчера сообщил о том что ожидает стяжение объемов добычи нефти в сша до отметки 873 миллиона если мы сравним этот показатель с той цифры по добыче которая наблюдалась годом ранее это 943 конечно же контраст очевидный но эти сообщения были восприняты не как фактор поддержки для нефти а как фактор разгрузки и связаны они с тем что буквально месяц назад администрация администрация энергетической информации прогнозировала спад гораздо более существенный до 8 61 миллиона сейчас 8 73 и пересмотр прогнозов базируется как мы с вами предполагали на следствия и последствиях роста на количество буровых платформ в сша которые снова увеличивают производство нефти поэтому мы знаем что это уже на влияет на объемы добычи и в принципе будет не лишним замахиваться и предполагать что объемы производства могут снова начать и начать расти такими темпами что окажутся в районе 9 миллионов баррелей отсутки почему бы и нет и еще хочу отмечить что вчера вышел отчет по запасам нефти по версии api запасы снизились точнее выросли на 2 0 9 миллиона и такая оценка от частного агентства позволяет нам предполагать что вот и сегодняшние официальные цифры которые выйдут от минэнерго сша в 17 30 могут также предполагать увеличение запасов если это случится тогда можно будет говорить о том что мы с вами уже окончательно покончили сезонными факторами снижения и постепенно входим в новый цикл статистических отчетов которые будут оказывать дополнительное давление на не поэтому сегодня отчетов на которые стоит обратить внимание в целом по всему спектру финансовых активов практически нет и может быть даже одним из основных является как раз ожидание запасов которые будут опубликованы в 17 30 поэтому резюмируем все что сейчас есть у нас по рынку нефти из факторов поддержки то что ожидание и предвкушение встречи которые состоятся в алжире в сентябре больше пожалуй из-за поддержки я отметить ничего не могу а вот что касается негативных факторов то тут получается их еще больше чем было вчера поэтому логичный вывод если у нас причин для распродаж по-прежнему больше чем покупок так давайте не будем мудрить не будем ставить на просто этого актива ждем закрепление уверенного закрепления ниже 45 долларов за баррель ближайшая цель 42 а потом долгосрочная цель а 40 я уверен то что мы до туда доберемся российская валюта так и котируется чуть выше 64 и 50 но ниже 65 тоже зона консолидации нужна более динамичная реакция нефти на весь фундаментальный негатив чтобы показать резкое ослабление и уход ну хотя бы в районе 44 43 с половиной долларов за баррель тогда рубль тоже тронется с места и окажется снова выше 66 для нас ближайшая цель 67 пока эти ориентиры не меняются собственно так же как и не менялись и месяц и полгода ранее мы знаем то что рубль остается в числе тех активов которые стоят сейчас неоправданно много особенно учитывая текущую ситуацию именно на национальном рынке и учитывая те проблемы которые мы с вами неоднократно обсуждали в рамках бюджета российской федерации нужно искусственно корректировать курсы и исходя из высокой степени уже роста корреляции восстановление этого показателя эта коррекция она будет неизбежно стоит только нефти нащупать и новые импульсы для демонстрации коррекционного движения и ухода ниже 44 долларов за баррель европейская валюта против доллара сейчас актуальные котировки 1 11 48 если опять же подводить итоги вчерашней торговой сессии мы видели то что никаких динамичных реакций евро не оследовало это следствие того что экономический календарь был пустый и в принципе мы еще в начале этой недели пришли к выводу о том что вывести европейскую валюту из этого состояния анабиоза может только стоящий фундаментальный фактор и стоящий релиз пусть и со стороны еврозоны пусть со стороны американской статистики пока этих релизов нет мы готовимся только к более-менее важным отчетам которые у нас выпадают на пятницу вчера вышел отчет по торговому балансу германии мы увидели то что сальдо счета на текущих операций профицита снизился довольно неплохо произошло это за счет сокращения экспорта а вот что касается падения экспорта здесь можно поискать на несколько факторов которыми стоит объяснить эту динамику может быть курсы евро высоковато может быть еврозона продолжает дисконтировать в основные макроэкономические показатели уже факт замедления мировой экономики и выход конечно же англии состава европейского союза в любом случае мы не отказывались от наших ожиданий того что статистика будет только ухудшаться поэтому делаем это и сейчас валютная пара евро доллар получив импульс сегодня от укрепления иены и ослабления доллара котируется сейчас на отметке 1 на 11 практически 50 я по-прежнему считаю что этот инструмент остается все-таки с потенциально заряженным на негатив и соответственно на ослабление снижение в район одного десяти посмотрим конечно же как ситуация будет разворачиваться дальше если окажется что вот до конца европейской сессии евро против доллара умудрится залететь выше отметки 1 12 тогда мой вам совет если все-таки не хотите нервировать собственно себя и трипать нервы может быть даже будет лучше покинуть европейский валютный актив против доллара и дождаться пока пара снова не вернется ниже 1 11 чтобы потом занимать короткие позиции но я думаю что вряд ли у европейского валютного актива хватит сил чтобы пробить сейчас сопротивление 1 12 тем более что новостной поддержки для этого нет абсолютно никакой фунт против американца здесь стоит отметить что мы в ходе вчерашней торговой сессии и тестировали очень скажем низкие ценовые значения были предположения что фунт против доллара сможет оказаться даже ниже отметки 1 29 если разобрать сессию детально то сначала на азиатской а сессии давление на фунт что собственно и стало причиной ухода ниже планки 1 30 было вызвано комментариями представителя члена по денежной кредитной политики я на маккаферти который дал понять что в случае ухудшения экономической конъюнтуры в случае дополнительного давления на экономический рост и ухудшения статистики банк англии сможет рассмотреть новый пакет стимулов вот как раз об этом уже с вами говорили и сейчас получаем подтверждение со стороны тех чиновников которые будут принимать эти решения то есть мы с вами готовимся к снижению процентной ставки и знаем что параллельно могут еще и расширить программу количественного смягчения это было на азиатской торговой сессии на европейской уже в игру вступила статистика по промышленному производству здесь хочу отметить то что промпроизводства в обрабатывающей промышленности в месячном выражении просила на 0,3 процента годовой рост снизился до 0,9 против прошлого полтора то есть также серьезное расхождение и это все следствие именно ухудшающегося макроэкономического фона плюс ко всему посмотрите на вчерашний отчет по торговому балансу который указал на рост дефицита и не просто то что он увеличился на полтора два три процента он вырос больше чем на 20 процентов и это все также следствие продолжающегося оттока капитала и по-прежнему дорогого фунта который нужно корректировать пусть и искусственными мерами но все для того чтобы облегчить участь именно автономии англии и чтобы хоть как-то помочь национальным производителям поэтому исходя из даже статистики торгового баланса я считаю то что у нас есть еще и дополнительный повод верить то что фунт может оказаться на гораздо более низких ценовых рубежах и значениях поэтому несмотря даже на текущий локальный выпад на то что фон торгуется рядом с отметкой 1.3050 я продолжаю делать ставку на вновь повторное тестирование поддержки 1.30 и ухода как минимум в район 1.29 и уверен то что макроэкономический фон дальнейшая статистика и дополнительные комментарии со стороны высокопоставленных членов и комитета по денежно-кредитной политике будут этому только способствовать крайне рекомендую сейчас быть осмотрительными прежде чем занимать длинные сделки если вы вообще умудритесь это сделать доллар японская иена 101.32 все-таки 102 сопротивление не устояло японская валюта показала свой характер и так вот доллар податливо уступил свои лидерские позиции может быть американцу также как и евро нужен дополнительный сигнал и стимул если это так то в эту пятницу будут публикованы роничные продажи и они вполне возможно смогут выступить этим стимулом ожидания честно говоря неплохие поскольку на прошлой неделе мы получили хорошую статистику по росту личных доходов и личных расходов потребительская активность увеличилась больше чем на 4 процента это максимальное значение с 2000 с конца 2013 года поэтому есть и основания полагать что роничные продажи могут порадовать покупателей доллара и снова позволить паре юсди и иене оказаться выше 102 если говорить про вчерашнее ослабление то может быть с натяжкой в качестве причины стоит отметить показатель по производительности труда в сша этот отчет указал на то что производительность просела на 0,5 процента напоминает то что производительность показывает отношение произведенных товаров и услуга к общему количеству потраченных человека часов временных затрат и исходя из того что опять же этот показатель снижается третий месяц подряд можно предположить что есть уже на самая настоящая тенденция указывающая на то что зарплаты могут снизиться между прочим производительность труда это единственный фактор который позволяет рассчитывать на рост заработной платы без нагрузки на индекс потребительских цен но может быть я забил вам голову этими параллелями в целом хочется сделать ставку и отметить то что статистика плохая и если джанет ерин будет обращать внимание на этот релиз может быть вероятность повышения процентной ставки будет уже не так высока как мы с вами предполагали но нужно дождаться последующих комментариев представителей фрс сделают ли они ставку на слабую статистику по производительности труда и впереди у нас ну не совсем скоро но все таки будет по крайней мере в джексон холли выступление самой джанет ерин которая возглавляет федерализированную систему возможно она также прольет свет на перспективу по денежно-кредитной политике и поможет нам все таки уже четко определиться с нашими ценовыми ориентирами как действовать сейчас если юздиена до конца европейской торговой сессии закрепится ниже 101 тогда будет вероятность еще больше просадки моя рекомендация по возможности также лучше покинуть рынок и дождаться пока она не вернется выше 102 но я думаю что вряд ли это случится тем более что доллар так просто ну не позволит иене на практически без на восьмом рынке оказывать такое давление на собственные позиции еще хотел отметить австралийца в частности сегодня как вы знаете утром буквально несколько часов назад состоялось выступление в руководстве резервного банка австралии Глена Стивенсона где среди важных самых важных комментариев стоило отметить констатацию фактов присутствующих рисков последствий тех действий которые направлены на разгон индексы потребительских цен и в частности Стивенс отметил то что есть опасения что вот эти последствия в том числе как реакция на снижение процентной ставки могут стать причиной негативных и непредвиденных трендов я не совсем понял что он имел ввиду на самом деле такими заявлениями но судя по реакции австралийца они оказали положительное воздействие на австралийский доллар может быть трейдеры нашли в этом намек на то что резервный банк Австралии не будет так активно дальше снижать процентную ставку если и вообще будет до конца этого квартала еще точнее до конца третьего квартала но я бы пока отказываться от этой идеи не стал и возможно также трейдеры зацепились за комментарий что лучше пожить с низкой инфляцией нежели чем с слабыми темпами экономического восстановления но конечно же эти категории друг на друга влияют но к примеру я не думаю что они влияют настолько сильно чтобы заставить резервный банк Австралии больше не предпринимать никаких шагов по дополнительным мерам экономического смягчения можно корректировать монетарную политику, снижать процентные ставки, оставлять курсы австралийца подстегивать показатели роста ВВП и при этом понемногу набирать и в показатели CPI почему в этом резервный банк Австралии, то есть воздействие именно коррекции процентных ставок и влияние на показатели ВВП увидели какие-то подводные камни я не знаю, будем разбираться, будем и дальше следить за последующими выступлениями и высказываниями представителей резервного банка Австралии но прежде всего Глена Стивенсона и будем следить конечно же за статистикой но я считаю то что австралиец уже даже постфактум своего прошлого своей прошлой реакции на снижение процентной ставки еще нам должен в плане коррекции не меньше 100-150 пунктов и мы вправе рассчитывать на то, что этот долг нам нужно отдать поэтому по австралийцу против доллара, несмотря на текущие котировки 0.76.96 я думаю, что мы сможем добраться до отметки 0.75.50 уже до конца следующей недели в перспективе полутора недель получается ну и конечно же новозеландский доллар против американца сегодня в переходе со среды на четверг по московскому времени в 0 часов 0 минут резервный банк Новой Зеландии опубликует процентную ставку на текущий момент она находится на уровне 2.25% и по прогнозам полагается, что ее снизит я считаю то, что вероятность этого действительно крайне высока и сейчас не нужно стараться переиграть рынок что якобы если все думают, что ставку снизить, значит ее скорее всего не снизить конечно же такая вероятность есть но я предлагаю все-таки ориентироваться на то, что этот шаг будет сделан и ставку скорректировать как минимум на 0.25% что должно стать причиной давления на позиции новозеландской валюты если это случится, то даже несмотря на текущие котировки 0.72.12 которые показывают новозеландцы против доллара мы смело можем рассчитывать на то, что в ходе завтрашнего брифинга сможем констатировать значение чуть ли не на отметке 0.71 почему бы и нет собственно это весь фундамент, на который я хотел сделать акцент который хотел разобрать вместе с вами поэтому давайте перейдем теперь к основным отчетам сегодняшней торговой сессии как я уже отметил делать ставку практически не на что запасы нефти по версии Минэнерго США в 17.30 и в 0.00 часов 0.00 минута резервный банк Новой Зеландии опубликует ставку рефинансирования на которую мы сейчас собственно возлагаем большие надежды в плане того, что это смягчение экономической политики произойдет и оно станет нужным и необходимым сейчас фактором давления на позиции новозеландского доллара кодовое слово на сегодня ставка, величина бонуса 16% как и всегда действует он до завтрашнего дня то есть до следующего брифинга не забывайте о том, что весь видеоконтент у нас традиционно доступен на нашем официальном канале на ютюбе задавайте вопросы под видео комментируйте, оставляйте лайки ну и конечно же подписывайтесь на него потому что количество пользователей напрямую отражает насколько этот контент интересен и стоит ли вообще нам продолжать двигаться и совершенствоваться в этом ключе на этом собственно все большое вам спасибо за внимание удачной торговой сессии попутного тренда но увидимся уже завтра всего доброго до свидания